Всем-всем привет! Ребята, в горы! Да, горы, горы! У нас есть замечательные горы! Много людей, которые спрашивают, что нужно с собой в горы. Ну, в принципе, это можно прогуглить, но, тем не менее, давайте я поделюсь своим таким опытом. В первую очередь, конечно же, это вода. Допустим, вот у меня сетаронка, она вообще берет с собой полтора литра и сок, по-моему, да, с трубочкой ты берешь? Или что-то такое, или фьюз-ти, да? Можешь сказать, почему ты берешь с собой сладкое? Сладкое, потому что при высоте давление как бы начинает пыть. И голова начинает болеть, и когда ты сладкое пьешь, то все нормализуется, сахар там, да, да. Так, в общем, собака, да? Пожалуйста, пожалуйста, одевайте одежду, которая будет закрывать ваше тело, особенно, если это время года, когда оживает вся эта живность, которая... Они могут покусать вас, там, и растения, в принципе, тоже царапаются, поэтому, пожалуйста, вот на пике Фурманова, и на каких еще пиках, в принципе, высоко где, да? Слепнее. Вот, твари, прогуглите, сплетнее. Леггинсы. Носки длинные, вот человек тоже говорил. Следующий пункт, очень-очень важный, это SPF-крем. Тонозащитный крем. Конечно, вы по-льбому загорите, даже если вы намажете тонну, как обычно это делаю я, белая, если захожу, тем не менее вы загорите, но хотя бы не сгорите. Головные уборы. В общем, такой момент. Допустим, вот, когда кепка, обычно уши открыты, они у меня сгорели один раз. С тех пор я все время ношу с собой, не знаю, либо банданом надеваю, либо шляпу надеваю, либо такие, ну, в общем, главное, чтобы тоже уши все это было закрыто, но и вам удобнее будет. Ну, в принципе, кепка просто с банданой можно, или шапку люди носят, даже летом в шапках. Какие шапки? Чувак с нами ходит, я тебе покажу фотку, мы хотели летом на кукашля, он был в шапке, он был в шапке, он потел, но он был в шапке, а то у него ничего не сгорело. А что, ты зимой не в шапке идешь? Я не говорю не про зиму, я говорю летом на кукашля, у него в шапке, как можно подниматься? Идут, идут, я тебе покажу. Это вообще нереально. У него не шапка была, у него, я тебе отвечаю, у него был этот баф. У меня друг Аскар всегда в бафе. В бафе? Да. Баф, а пробовались? Баф? Нет, нет, другая. Костяная такая, Апашкина, которая бабушка живет. Странный, странный чувак, мазохистка. Хороший чувак. Еда, ну, еда тут, мне кажется, все очень индивидуально, зависит от того, сколько вы кушаете, что вы кушаете, но можно посоветовать яйца с собой, да, обычно? Яйца воняют. Удобная одежда и удобный обувь. Конечно, зависит также от сезона, ну, ботинки это в идеальном случае, ну, допустим, у человека нету там ботинок горных, потому что очень много классных горных ботинок. Но не кеды. Не, ну, ходят, кеды ходят, босоножка ходят, балетка ходят, ну, блин, как они это делают, никому неизвестно. Дица только что, я тут хотела сесть на эту штуку, нам этого не смогла. От Уфе лучей кофты продаются тоже. У них серфингисты обычно катаются, они тонкие. Если их нету, тем не менее. Просто рубашку легкую. Да, сверху, чтобы главное плечи не сгорели. Это все, оно по-любому будет гореть, либо смазывать постоянно. То есть, оно все сгорит по-любому, там солнце очень активное. Зимой самое уязвимое солнце, потому что оно отражает от снега еще. Запасные носки это маст. Запасные футболки люди носят. Важный пункт еще дождевик, если летом, к примеру, летом или весной, осенью. Ну, потому что время дождя. Ну, зимой просто, если так идешь в теплой куртке, кто знает, вдруг пойдет, там дождь, град, снег, да, вот летом был, да, град, вот снег, недавно, юли, да, вообще. Опять же, зависит, на какие точки вы идете, высоко ли вы идете, но тем не менее, дождь может бросать врасплох и дождевик. Следующий пункт это влажные сапфетки. Обязательно будут грязные руки, ну, возможно, вдруг упадете или еще что-то. Ну, влажные сапфетки, но не мусорить, с собой, пожалуйста, убираться. Это очень-очень важное правило. Горные палки. Трекинговые палки. Соберечь свои колени и суставы, чтобы амортизировать как-то. Это тоже. Они, в принципе, не так дорого стоят, там, наверное, разные есть, но есть и не такие дорогие, тоже можно рассмотреть. Классные инвестиции. Солнцезащитные очки. Также можно взять с собой подзарядник для телефона. Мини-аптечка, которая включает в себя пластыри. Санитайзер спиртовый тоже можно. Допустим, если коленку там поранил, упал, то быстро обработать пластырем все это быстро-быстро. Тоже все-таки, мне кажется, нужно с собой отпускать. Потом таблетки какие-нибудь, которые вы принимаете, еще что-то мало, что там может произойти. Обычно еще бывают резкие перепады, когда давление. Голова у кого-то начинает там болеть. У меня, конечно же, хорошее настроение. И просто помнить, что все пройдет, вся боль пройдет. И останутся только классные впечатления, классные вспоминания. Конечно, подниматься, ты идешь и думаешь, нет, все, в это последний раз жизни я иду. Кому-то приходишь, спускаешься в душный город, и ты ходишь опять туда. Свежий воздух, прекрасные виды. Просто, чтобы отключиться, отдохнуть, релакснуть. Поэтому ходите в горы с умом, пожалуйста, не мусорите в горах. Если вы покушали, если вы что-то там протерли, влажные салфетки, что угодно, возьмите пакет, сложите весь этот мусор. И с собой обязательно унесите. Не оставляйте в горах весь мусор. Будьте здоровыми, аккуратно ходите, аккуратно. Спасибо за просмотр. В описании я оставлю собственные маршруты, по которым я ходила. Потому что маршрутов очень много, очень много разных точек, пиков, но я была не везде, поэтому тут, где я была. Тем не менее, если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте в комментариях, я обязательно отвечу. Хорошего дня. Айо, диджей. Ходите в горы, yeah. Ходите в наши горы. Спасибо.